Духовная практика должна опираться на что-то более глубинное внутри нас. И вот этим внутри нас глубинным является вдохновение от Бога. Вдохновение Богом — это то, что ведёт нас по духовному пути. Такие понятия, как самодача, преданность, любовь — это всё синонимы слова «вдохновлённый Богом». И нам необходимо вдохновиться Божественным для того, чтобы наша Душа воспалила на крыльях Любви к Богу самым непостижимым вершинам Духа. Эти вершины действительно непостижимы для обывательского сознания или даже для человеческого сознания духовного практика. Нам необходимо что-то более серьёзное, сила, которая могла бы нас действительно поднять к этим высотам. И вот эта сила — это вдохновлённость Богом. И одной из задач проповеди является вдохновить человека этим, передать эту силу. Для этого каждый из нас должен быть таким проповедником, обладающим этой силой. И по мере того, как мы занимаемся миссионерской деятельностью, занимаемся проповедью, эта сила постепенно внутри нас нарастает. Почему? Потому что в момент проповеди мы становимся каналом Божественной воли. Естественная энергия этой Божественной воли начинает течь через этот инструмент — тело, речи и сознание. И постепенно она трансформирует нас, преобразуя и наполняя нас некой мистической субстанцией, которая называется вдохновлённой Богом или влюблённой в Бога. Это невозможно развить в себе какими-то интеллектуальными познаниями или какими-то переживаниями мистическими, потому что мистический опыт приходит и уходит. Это возможно только получить как милость. Любовь к Богу, она не может быть воспитана душой, хотя вторичные причины душа воспитывает для того, чтобы влюбиться в Бога. Однако эта милость, нисхождение этой милости происходит именно когда мы являемся каналом энергии Божественной воли. Поэтому, когда мы готовим свои доклады, выступления, мы должны опираться на то, чтобы наша речь была вдохновляющей, чтобы она не опиралась только на ясности нашего ума, на знание количества философских терминов, которыми мы можем свободно оперировать, или на знание различных разделов учений. Это всё необходимое, несомненное. Наша эрудированность в учении. Но кроме этого должна присутствовать проповедь в нашей лекции, в нашем докладе. Это вдохновляющая энергия. И эта вдохновляющая энергия как раз и указатель того, что мы движемся успешно по духовному пути. Духовный путь, он пронизан энергиями Бога. И раз вступив на духовный путь, душа, осознавшая это, или приближающаяся к этому осознанию, будет идти по нему, несмотря на различные трудности, с которыми она сталкивается. И мы сталкиваемся с этими трудностями. И как далее мы будем говорить о той эпохе, в которой мы сейчас находимся, эпохи духовного упадка, эти трудности, ну просто колоссальных размеров. Как они внешние, так они и внутренние. И мы, как духовные практики, должны понимать, что что-то должно противостоять этим нашим трудностям, препятствиям на духовном пути. И то, что может противостоять, как мы говорим, вера. Вера — это и есть любовь, безграничная любовь к Богу. Можно так сказать, вдохновение Богом, любовь к Богу — это сила веры. Сегодня, когда мир находится на грани глобальных катастроф, различных постоянных потрясений, вызовов времени, мы это наблюдаем, интенсивность этих событий, и сами включены в эти события. Санга сегодня находится в Чехии, и это показатель того, что мы в этих событиях включены, и в соответствии с этими событиями мы принимаем какие-то новые решения и оказываемся в новых ситуациях, в новых условиях. Конечно же, эти условия, они благоприятны, потому что нас ведет Горудев, и что бы ни предлагало нам сансарное существование, все это будет использовано для практики, для духовного развития и для того, чтобы мы выполняли свою миссию как коллективное сознание, духовная семья, духовная санга. Однако все, что происходит вокруг нас, приводит к тому, что мы замечаем, что большое количество людей начинают обращаться к различным предсказаниям, пророчествам. Я это вижу в интернет-пространстве, как усилилось, не усилилось, а появилось огромное количество гадалок, проповедников, прорисателей, дающие нам те или иные ответы на то, а что нас ожидает в будущем. И такой интерес у людей возникает в силу того, что человечество пытается в своем будущем разглядеть какую-либо надежду, потому что те события и те признаки, которые происходят сегодня, они безнадежны. Они указывают на то, что мы вошли в глобальный кризис на всех уровнях форм проявления как коллективного сознания, так и индивидуального сознания. И поэтому люди ищут эту надежду. Надо сказать, что нам, как садху, особо пророчества не интересны. Мы не обращаем на них такого пристального внимания, они не являются для нас чем-то ценностным. Просто предсказание, если говорить. Но мы говорим о том, что садху рассматривает мир как проявление своего сознания. Поэтому если садху стремлен в будущее, то он понимает, что он сам создает это будущее путем своей практики. Поэтому для него больше аспект планирования и понимания, а в какое будущее он хочет войти. и в соответствии с этим образом будущее, построение своей практики для того, чтобы это реализовать. Когда мы работаем с методом, то гуру дает нам такие рекомендации, мы четко должны понимать, а к чему мы должны прийти в этом методе. И закладывать эту санкальпу, когда мы практикуем сам метод, мы должны четко понимать, к какому результату мы идем. Это дает то, что метод становится для нас эффективным и результативным. Поэтому для нас больше это понимание, какой образ будущего нам предлагают святые, какой образ будущего предлагает нам божественная реальность, формирование этого будущего и выстраивание своей стратегии и тактики в соответствии с духовной практикой, в которую мы покрушены. Но для обычных людей все-таки будущее важно, и они не могут чаще всего формировать сами этот образ будущего, поэтому они пытаются найти какие-то авторитеты, на которые они могли бы опереться. Здесь, как садху, мы тогда предлагаем людям опираться на авторитеты священных писаний, потому что священные писания, они наполнены огромным количеством всевозможных пророчеств. Только здесь нужно понимать, что пророчества священных писаний немножко отличаются от пророчеств, которые люди понимают под пророчеством. Пророчества, даваемые в священных писаниях, являются частью духовного знания. Это первое, что нам необходимо отметить. Они описывают процессы мироздания, законы мироздания, по которым вселенная развивается. Эти законы устанавливаются божественным началом, Богом-творцом. Знакомясь с ними, мы узнаем о божественных принципах, по которым мироздание развивается. Мироздание в своей основе, оно духовно, поэтому и принципы, которые мы изучаем, они духовны. И, несомненно, они дают нам возможность понимания тех глубинных духовных процессов, которые происходят во взаимосвязи души, Бога и мироздания. И главная задача состоит для души, это получение богатого опыта в этом мироздании, бытия, духовное совершенствование и раскрытие своего глубинного божественного потенциала. Это то, что мы узнаем из священных писаний. Современное общество, оно больше ориентировано на технологический прогресс. За счет развития технологии современное общество устремлено к тому, чтобы создать комфортную жизнь, получение максимального удовольствия, пребывания на этой планете. И это, предполагается, является тем счастьем, которому стремится человечество или современное общество. Но смысл жизни, как указывает нам священное писание, и счастье живого существа во Вселенной, оно связано с его духовной эволюцией и боссоединением с Бога. Это главный мотив вообще нашего существования. И духовная практика нам раскрывает эти принципы, которые изначально у нас заложены Богом-Творцом. Пророчества священных писаний, они, естественно, отличаются от астрологов, гадалок, экстрасенсов, прорисателей, так как они указывают на большую широту, глубину, и эти пророчества не касаются каких-то отдельных событий, что произойдет в той стране или в этой стране, какой царь придет, какой политический уклад будет сформирован, какие экономические ресурсы будут у той или иной страны, ну и так далее. Они касаются, так как они являются частью духовного знания, то они нам дают глобальную картину мира. То есть эти пророчества, они пронизывают большой спектр времени. То есть они не касаются только временного интервала, который связан с событиями, которые происходят на планете Земля, они касаются глобальных процессов бытия. И когда мы рассматриваем эти пророчества, то мы понимаем, что события, которые происходят на планете, они связаны с тонкими процессами, которые происходят в бытие. То есть мы не сами развиваемся по себе, а мы включены в глобальную картину мироздания. Наше развитие, оно происходит согласно плану Бога-Творца. Конечно же, в этом плане есть свобода воли для каждой души. Если бы этой свободы воли не было, ну тогда бы не было возможно смысла и не было бы эволюции души. Но в то же время Божественный план предлагает нам безграничные возможности, вариантов выбора, в которых мы пожинаем плоды своих ошибок или плоды своих правильных выводов и правильных выборов в соответствии с этим. Далее. Немножко скажем кратко о писаниях. Итак, сами пророчества, они передавались устно так же, как и это было передача знания духовного. Раньше устно она передавалась. И мы знаем, что к концу эпохи, когда мы перешли к началу, вернее, эпохи Кали-юги, понимая то, что человечеству будет трудно усваивать духовное знание, святые принимают решение это знание записать в писание тексты для того, чтобы структурировать его, дать его различные разделы, чтобы у человечества была возможность изучать эти писания. И вот говорится, что духовное знание вед, оно существует изначально, испокон веков, и Ариши Весадева, видя приближение эпохи Кали-юги, эпохи духовной деградации, он систематизировал ведическое знание. По преданиям считается, что именно ведовья сам начал записывать писание в тексты для того, чтобы это знание могло передаваться и чтобы оно изучалось. И таким образом возникли письменные источники. И древнейшие священные писания стали духовной сокровищницей всего человечества. И естественно, они не являются творением человеческого разума, а они являются прозрением, которое получали святые в результате своего духовного опыта. Все части вед, самхиту, панишады, брахманы и ораньяки это тексты, которые дарованы как спонтанное интуитивное проникновение, откровение через святых, провидцев, мудрецов, риши. Поэтому их называют сшрути, услышанное. И они провозглашают священность жизни человеческого существа и объясняют его предназначение. Со временем ведическое знание, оно пополнялось с различными текстами, такими как Пураны, Этихасы, Дхармашастры, комментарии к этим текстам. И была создана огромная еще часть ведической литературы, которая называется Смрити. Таким образом, изучая шрути и Смрити, мы знакомимся с духовным ведическим знанием. Знание пророчеств священных писаний, следование наставлениям, потому что пророчества не просто даются, но также даются наставления в соответствии с этим. Дает нам возможность избежать ошибок и понять, как жить нам гармонично с Вселенной, с Богом и с самим собой. И главное, понять, как выполнить волю Бога Творца. Пророчества для человечества – это предсказание будущего, как я уже говорила, это какие-то событийные ряды ближайшего будущего, которые люди могут хотя бы представить для себя. Тогда как пророчество священных писаний – это то, что запланировано в бытие высшими силами, и то, что мы будем проходить в глобальном развитии, то есть не только как индивидуальная душа, но и как коллективное сознание. Допустим, если мы говорим о человечестве, то человечество тоже является коллективным сознанием. Человеческая раса – это одно коллективное сознание большое, которое тоже развивается по определенным законам бытия. Таким образом мы можем сделать отсюда выводы. Первое. Творение Бога глобально. Оно не завершается только земным миром, и, следовательно, пророчества в священных писаниях затрагивают процессы, описывают процессы мироздания. И описывают процессы, которые проходят на нашей планете, в нашем измерении человеческом измерении, и они показывают их во взаимосвязи со всем мирозданием. Второе. Наш мир развивается во взаимосвязи с другими мирами. Изменения, которые происходят на Земле – лишь отражение глобальных тонких процессов бытия. И нам надо это понимать. Поэтому если мы какие-то явления рассматриваем здесь, ну, допустим, сейчас мы наблюдаем колоссальный кризис, который происходит в человеческом мире, мы должны понять, что это всего лишь отражение тонких процессов бытия, которые в глобальных масштабах происходят во Вселенной. И нам надо тогда понять, как эти процессы развиваются. У них есть цикличность развития, и, следовательно, из этого мы можем делать для себя выводы и брать то, что нам необходимо, это знание, и применять его для того, чтобы справляться с теми вызовами, которые нам предлагает Вселенная. Творение само по себе духовное, мы это уже отметили, его основа, это начало, это Бог. Поэтому пророчества Священных Писаний нам даются для того, чтобы мы обнаружили эту духовную составляющую, и чтобы мы поняли, что главный процесс, в который мы включены, это духовная эволюция. Эта духовная эволюция происходит по воле высшей божественной силы. Следовательно, мы являемся частью этой божественной воли, и нам надо понять, как нам быть в союзе с этой высшей божественной волей, что нам необходимо выполнять, и как нам развиваться для того, чтобы все эти процессы, которые божественная воля закладывает, а она закладывает именно для нас позитивные процессы, то есть она ведет нас к осознанию того, что мы являемся частью Бога, и мы являемся как потенциал будущими брахмами, творцами собственных Вселенных. И это все заложено в волю божественную. Если мы распознаем ее, понимаем, как ей следовать, то мы этот весь потенциал глобально раскрываем. Рассматривая пророчества в Священных Писаниях, мы для себя делаем выводы. Пророчество – это часть духовного знания, поэтому оно авторитетно. И пророчество, следовательно, помогает нам также устранить неведение. Мы знаем, что духовное знание помогает нам решить главную проблему – это устранение неведения. Из рождения в веке различающей мудрости. Поэтому даже если нас привлекли Священные Писания пророчествами, которые в них записаны, то это может стать отправной точкой для освобождения нашей души от фундаментального неведения и рабства материального существования. И в веке Чадамани Шанкара говорит, тот, кто различает, должен пересечь океан рождения и смерти собственными усилиями, благодаря милости Высочайшего Господа. Достигаемое таким образом освобождение от рабства, обусловленное только лишь неведением, остается как сачи-тананда. Писание, разум, слова-гуру, внутренний опыт являются средствами, которые ты должен использовать для этого.